Санкт-Петербург, зоологический музей. Сейчас о животных мы знаем многое. Об их среде обитания и повадках кого-то даже сумели приручить. Но о том, что большинство опасных инфекционных заболеваний пришло к нам от животных, стало ясно не так давно. Среди них чума, туберкулез, эбола, ВИЧ, а теперь еще и ковид-19. С начала пандемии коронавируса им заразились почти 228 миллионов человек. И каждый день статистика пополняется еще на 500 тысяч. Жертвами ковида стали более 4,5 миллионов. И это только официально подтвержденные цифры. Новый дельташтам еще сильнее бьет по организму. тяжело болеют и все чаще умирают молодые. Он очень быстро протекает. И от момента начала заболевания до развития очень тяжелых поражений легких иногда проходит всего несколько часов. И вот новая напасть. В сентябре в индийском штате Керала вспышка вируса Нипах. От этой заразы в мире нет ни лекарства, ни вакцины. Летальность 75%. Впервые обнаружили 23 года назад. Его источник – свиньи и летучие лисицы. Там срочно поголовье все свиньи было ликвидировано. Люди все были посажены на карантин. И вот карантинными мерами удалось это все локализовать. Все начинается как при простуде. С температуры и боли в мышцах. А потом появляется рвота, спутанность сознания, развивается отек мозга и пневмония. И как итог – кома. И все это зоонозы. Так называют заболевания, которые передаются от животных к людям. После заражения человек сам может стать распространителем, если вирус мутирует в его организме. Это худший сценарий. Чума. Некрасивое слово. Видел бы ты эти язвы на шее больного. Посмотрел бы, как скрючивается тело, а конечности дергаются, как веревки. Страшнейшее занозное заболевание – чума. Человечество знает три пандемии черной смерти. Первая в середине 6 века выкосила 100 миллионов человек. Вторая в 14 веке – 25 миллионов. Третья случилась в 19-м. Тогда из Китая до всех континентов она добралась по морю на торговых судах. Распространителями Иерсении Пести с чумной палочкой были не только крысы, но также мыши-полевки, песчанки и даже зайцы. Причем контактировать с людьми им было совсем не обязательно. Заразу разносили блохи. Но были и другие пути. Как утверждает итальянский историк Габриэль де Мусси, в 1346-м, подданные золотардынского хана Джанибека, заболев чумой, стали забрасывать трупами крепость Кафа, ныне Феодосия, которую держали в осаде. По его словам, выжившие от эпидемии генуэзцы сели на корабли и перенесли чуму в Европу. Возбудитель чумы, бактерия в форме палочки, как и основное лекарство от заболевания и стрептомицин, были найдены только в середине 20 века. До сих пор чума не побеждена. Вспышки бывают каждый год в разных частях мира. Механизмов передачи болезней от животных к людям много. Вот лишь некоторые. Например, воздушно-капельный путь или укус комаран. Подхватить бактерию или вирус можно, если съесть сырое мясо или выпить непостерилизованное молоко. А еще больной зверь может поцарапать или просто прыгнуть на человека. Есть немытые экзотические фрукты тоже опасно. Там может быть слюна больного животного. Носителями и распространителями опасных инфекций могут быть любые представители фауны. Но чаще те, что сами живут кучно стаями. Я это называю помойки. Какие-то животные, которые являются помойками. К таким помойкам можно отнести летучих мышей, грызунов, птиц и кровососущих членистоногих. Например, туберкулез тоже достался человеку от животных. Рогатого скота, лис, куниц и даже кошек. Он изображенный на картине Боттичелли и рождение Венеры, умерла от чахотки в 15 веке. Еще один женский идеал красоты уже начала 20 века. Русскую актрису Веру Холодную унесла другая заоносная инфекция – испанка. С 1918 по 1920 пандемия скосила десятки миллионов человек. Все вирусы гриппа, которые мы сегодня знаем, они своим истоком имеют вирусы гриппа птиц. А птицы, опять же, это то же самое. Птицы собираются в огромные колонии. Они мигрируют на огромное расстояние, при этом переносят эти вирусы полностью с собой. Птичьим гриппом пернатые болеют давно. Но в 1997-м они впервые заразили им человека. На фермах были истреблены миллионы животных – и больных, и здоровых. Вирус нас кушает, он в наших клетках размножается, он нас использует. Он может как бы на одном шасси ехать, а может на другом начать ехать. И поэтому, соответственно, у нас может происходить смена хозяина. Когда у нас происходит смена хозяина, как правило, происходит видообразование. То есть появляется вирус, который отличается от предыдущего настолько, что ему уже легче в новом хозяине размножаться более легко, чем в предыдущем. Фактов передачи от человека к человеку птичьего гриппа пока не было. Но вероятность никто не исключает. Так произошло с ВИЧ-инфекцией. Она приспособилась к организму через мутации и стала человеческой болезнью. Передается от особи к особи. То же самое с эболой. Людей заразили крыланы, а теперь инфекция передается между людьми половым путем. Ведь большинство людей-то заболевали, инфицируясь от других людей, а не от летучих мышей. То есть первый кто-то инфицировался от летучей мыши. Это было как по законам природно-очагового заболевания, передача осуществлялась. А дальше он пошел гулять уже по популяции, как чистый антропонос. Но ковид-19 оказался проворнее всех. В теории пандемия должна была закончиться быстро, как только переболеет или привьется не менее 60-70% населения. Но не тут-то было. А здесь он идет, и очень хитрый коронавирус получился, у которого чрезвычайно мощные адаптационные механизмы, в том числе и вакцина. То есть он меняет свою инструктуру, еще раз говорю, мутациями, и отбирают те, которые способствуют его планирую от коллективного иммунитета, созданными либо переболеваниями, либо вакцинами. Природные катаклизмы, изменения климата, разрушения экосистем вынуждают животных и насекомых менять среду обитания. Вместе с ними на новую территорию переезжают и опасные вирусы. А дальше инфицированный человек, который в 21 веке свободно перемещается по миру, разносит заразу сам. Так что, возможно, правы те ученые, которые говорят, ковид – это расплата человечества за глобализацию и вмешательство в природу. Анастасия Глебова, Иван Посидко, Николас Мунешули, Ольга Соловьева, Владимир Андреянов. Программа «Вместе».